По телевизору показывают, как прекрасно идёт всё по плану могилизация русского народа. Да, в ответ женщины втихомолку плачут. Если во время Великой Отечественной войны они ревели, то сейчас они боятся даже заплакать. До такой степени этот ублюдок запугал народ, что они даже боятся плакать, когда получают своих детей, мальчиков, ну и не только в цинковых гробах. Я даже не знаю, как вообще можно это описать. Ну да ладно. С могилизацией, конечно, как он думает, всё прошло прекрасно. Набрали свежего меска, улицы в городах опустили, опустили и деревни, потому что оттуда всех выгребли, так же, как из маленьких городков. На Сахалине, на Камчатке, в Сибири, ну и так далее. А дальше что? А если и ента провалится, тогда что делать? Последняя скрепа для этого бункерного карлика останется раскулачивание. Он возьмётся за своих друзей-олигархов. Я уверена, что все люди в России, как вот в едином порыве, будут опять одобряться. Ну, они ж наворовали у народа. А наши это тоже, а нас, она заботится. Он у них всё отобрал, отобрал. А делить как будет опять? Вы что думаете, народу что-нибудь достанется? Нет, ничего народу не достанется. Опять всё пойдёт неизвестно куда. Мощнейший впереди передел собственности. Он и сейчас идёт уже вовсю. Но пока вот так кучку особо не трогают, а им бежать некуда. За рубежом они под санкциями. Там у них всё арестовано. Здесь их ждёт только. Из-за них никто не заступится. А нихуя было молчать, когда грабили народ, когда ввязались вот в эти все авантюры, когда верили вот в этого везунчика. А останетесь примерно там же, где и весь народ. В жопе. В полной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова